Программа выходит при финансовой поддержке Комитета информационной политики Вологодской области. Здравствуйте, дорогие телезрители! Телевизионная воскресная школа вновь открывает для вас свои двери. Здесь говорят о прекрасном и удивительном мире православия. Нам бы хотелось поговорить о том, как должен вести себя православный христианин, приходя в храм, в Дом Божий. Мы прекрасно знаем, что, приходя в гости к кому-то, мы должны соблюдать какие-то установления и порядки, которые есть в этом доме, чтобы не оскорбить хозяев. Такие же порядки есть и в Доме Отца Небесного, в Доме Бога. Об этих порядках мы поговорим прямо сейчас в рубрике «Дорога храм». Добрый день, дорогие телезрители! Мы рады новой встрече с вами. Некоторые зрители нашей программы задают вопрос, как вести себя в храме человеку, который приходит туда первый раз. Некоторые люди, приходя в храм впервые, испытывают чувство неуверенности, смущения от незнания того, что они должны делать. Сегодня мы поговорим о традициях поведения в храме. Переступив порог храма, необходимо остановиться, никуда не спешить, постоять мгновение, потому что вы вошли в удел Божий. Все это пространство посвящено Богу. Это святое место, куда можно вступить только с такими чувствами, которые достойны и самого человека, и Бога, навстречу с которым мы идем. Затем, по словам Антония, митрополита Сурожского, верующие направляются, как и в любом доме, к хозяину, к той иконе, которая представляет собой образ Христа Спасителя. У его иконы люди кланяются до земли в знак глубочайшего своего почтения, благоговения, внутреннего трепета, а затем ставят свечу, которая символизирует их внутреннее горение. В знак особого почитания верующие люди также целуют икону. На церковном языке это называется прикладываться к иконе. Человек губами прикасается к образу, целует его. При этом, по учению церкви, молясь перед иконой, мы обращаемся не к дереву и краскам, а к первообразу. КОНЕЦ Нет обязательных правил, куда и сколько ставить свечей. Их покупка – малая жертва Богу, добровольная и необъединительная. Однако те, кто посещают храм постоянно, стараются поставить свечу к праздничной иконе, лежащей на аналоге в центре храма, и к распятию Иисуса Христа. На прямоугольный столик под свеч нет, а у покоений усопших. КОНЕЦ О здравии своих близких и о всяком добром деле можно помолиться и поставить свечу, как самому Господу Иисусу Христу, Божией Матери, так и любому святому или святым, призывая их любовь и молитвы нашего обращения к Богу. По традиции в разных жизненных ситуациях люди обращаются к определенным святым, которых Господь за праведную жизнь прославил чудесами. Так, о излечении от болезней обращаются к святому великомученику и целителю Пантелеймону, который во время своей земной жизни был врачом. Он лечил всех обращавшихся к нему, посещал в темницах узников и при этом исцелял не столько медицинскими средствами, сколько призыванием Господа Иисуса Христа. О помощи в учебе обращаются к святым равноапостольным первоучителям и просветителям славянским, братьям Кириллу и Мефодию. Святые братья составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык книги, без которых не могло совершаться богослужение, Евангелие, апостол Салтирий. Путешествующим и особенно находящимся в плавании верующие и спрашивают помощь у святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. Как во время земной жизни святого, так и после нее Господь по его молитвам спасал людей, терпевших кораблекрушение от неминуемой гибели. По словам святых отцов, можно поставить свечу и молительно постоять даже перед иконой совершенно незнакомого вам святого. И от души сказать, угодник Божий, не знаю тебя, не знаю кто ты, но помолись о моей беде, чтобы Господь помог мне. Важно помнить, что подходить к иконам и ставить свечи нужно до начала службы или по ее окончании, чтобы хождением не нарушать общий строй богослужения и не мешать другим людям молиться. Также нельзя ставить свечи и прикладываться к иконам формально, с холодным сердцем. Внешнее действие должно быть дополнено искренней молитвой, хотя бы самой простой, своими словами. Наша сегодняшняя рубрика подходит к концу. Дорогие телезрители, оставить свои пожелания и задать интересующие вас вопросы вы можете на нашем сайте, адрес которого вы видите на экране. На этом мы прощаемся с вами. Светлых открытий на вашем жизненном пути. С Богом! Церковный пост вносит некоторые ограничения в жизнь православного христианина. В том числе эти ограничения касаются и супружеских отношений, и брака. Об этом мы поговорим в рубрике «О вере и жизни». Предоставляем слово протеерею Роману Лыбку. Роман Лыбку. Что делать при этом, спрашивают люди. Ну, чаще всего родственники. Ну, что ж тут поделаешь-то. Если уже молодые наметили этот срок себе, и менять его не желают, несмотря ни на какие уговоры. К чему их, собственно, нужно и побудить, чтобы они изменили эту дату. А это, мне кажется, вполне решаемо в таком, сказать, в кабинетном смысле с чиновниками, которые трудятся в ЗАГСе. А если уж они не соглашаются, конечно, вот здесь приходится осознавать, что степень веры и воцерковленность у людей разная. И тот человек, который уже пришел к Богу и понимает, что такое пост, что это время, когда наши житейские радости, наши те дела, которые нам кажутся важными на данный момент, но прямо не касается моей духовной сферы, что они могут не соответствовать этому времени, времени воздержания, времени печали о грехах своих, время сопутствия Господу на Голгофу, то есть соучастие, как бы, или сочувствие в распятии, соучастие с Господом. Поэтому время-то, конечно, неподходящее, но если люди этого не осознают, если для них это еще недоступно, ну, приходится нам с вами быть дружно, терпеливее. И мне, что, меня печалит не пугать часто, что бывает страшилками какими-то родные начинают пугать у вас, и жизнь будет, на кувырком себя пойдет, да, и вас Господь за это накажет. Вот такие слова – это грех из уст человека верующего. Если даже он видит, что человек поступает не по церковному уставу, а его родной. Нельзя так относиться к родной. Надо иметь снисхождение, надо иметь терпение. Я скажу больше, что надо и на свадьбу сходить, наверное, и побыть там какое-то время, и поздравить. Вот, не обязательно там быть до конца. Вот таким образом помнить о том, что ведь любовь, она выше поста. А уже после того, что свершилось, ведь можно осветить брак и вне время поста, и к этому побуждать в дальнейшем и молиться о том, чтобы Господь благословил брак таким образом. Что касается второго вопроса важного, который связан с рождением детей. Время поста – это ограничение и в супружеских обязанностях. Но нужно помнить о том, что апостол Павел говорит о том, что супруги могут уклоняться друг от друга на время поста по взаимному согласию. Вот здесь я делаю ударение по взаимному, а если это происходит по желанию одного из супругов. Второй должен быть в этом отношении податлив, он не сам владеет своим телом, как тоже апостол говорит, а супруг его. И уступать ради согласия, ради, опять же, того, что не все мы той меры имеем, одинаковые, духовные, поэтому нужно иметь снизхождение. Второе, что важно, что, вот это уже касается для вопроса веры, что одно дело, когда человек, опять же, как со свадьбой, не воцерковлен, веры глубоко не имеет, с него спрос один. Другое дело, когда люди верующие, когда они оба ходят в храм и приступают эти уставы. Тут, конечно, можно задуматься о последствиях, можно понять те слова старцев, в частности, Паисия Святогорца, о том, что подчас в такое время зачатые дети, а они потом болеют, жизнь их сложна. Почему? Не потому что Бог наказывает, не потому что родители, они же влияют на них. И свое их собственное невоздержание или их состояние, их неверность церкви, а, собственно, Богу, она подчас, как последствия, ложится на детей. Есть о чем задуматься. Понятно, что есть исключения во время поста, вот с этим вопросом связанные. Ну, вот мне приходилось неоднократно уже встречаться с вопросом, когда один из супругов проходит лечение для того, чтобы потом наступило благоприятное время. И оно как раз попадает на пост. Что тут делать? Как здесь быть? Вот, конечно, нужно разумно бы подходить с самого начала, узнать, когда этот срок-то наступит, благоприятный, после лечения для начатия ребенка, если супруги очень его желают. Вот, ну, если это уже не вернуть, ну, да, пожалуй, можно, скрипя сердце, сказать, что, ну, это допустимо, наверное. Опять же, вот вопрос такой важный, что одно дело вступление в супружеские отношения из-за угождения плоти своей, что, конечно, нежелательно очень во время поста. Другое дело, когда люди желают всем сердцем иметь свой чадо от Бога. Это иной вопрос. Это совсем другая ситуация. Церковные уставы созданы или существуют в нашей церкви не для того, чтобы нас в чем-то ущемить только, что-то урезать, в чем-то стеснить нас. Мы должны это понимать, что касается поста и вот тех моментов с воздержанием связанных. Вот, надо понимать, что это всему свое время, как говорил премудрый Соломон еще в древности. Время и для того, чтобы мы жили с житейскими заботами, ну, конечно, время Богу посвятить, которое необходимо. Время и для того, чтобы мы жили с Великого Поста. Мы желаем, чтобы оставшееся время Великого Поста прошло с пользой для вашей души и тела. Конечно же, мы не прощаемся с вами и в следующее воскресенье непременно ждем встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог!